Здравствуйте, моя семья и моя интернет-семья. Сегодня я вам расскажу интереснейшую историю любви и историю жизни великой актрисы, певицы Лидии Руслановой, которая совершенно на самом деле не была никакой Лидии и тем более Руслановой. Это уже потом она стала Лидией Руслановой, а до того она была просто Просковьей. Мы знаем, что мир эстрады не был особо, да никогда не отличался крепкой нравственностью, скажем так, но и всё-таки Лидия Русланова, она была исключением. Хотя замужем она была четыре раза. Как это всё происходило, я вам сейчас расскажу. Она появилась на свет 14 октября 1900 года. И, как теперь уже стало понятно, родилась она в семье старообрядцев Поморского Согласия. Они были бывшие крепостные, то есть она из бывших крепостных из деревни Александровкин, Даниловской волости. Тогда были волости Петровского уезда, Саратовской губернии. То есть, вот. А как её звали? Звали девочку Просковья Андриановна Лейкина-Горшенина. То есть, с одной стороны у неё были Лейкины, с другой стороны Горшенины. Вот так, дорогие мои. А уже позже, позже, вот эту вот новую метрику с так называемым благородным именем сочинила для сиротки И одна добрая, богатая вдова, которой полюбился голосок этой девочки. И эта женщина, она, вы знаете, посещала Просковью в приюте и содержала её там пребывание. Были такие люди в те далёкие времена, это до 1917 года. Были такие люди, которые вот делали жесты. Они либо забирали деток, либо посещали и приносили им постоянно что-то вкусненькое. Ну, в общем, благородные люди были. Сейчас тоже они, конечно же, есть. Не так, не в таком количестве, как раньше, но есть. Вы знаете, с 1916 и до октября 1917, мы можем посчитать, да, девочки, исполнилось 17 лет. Лидия, которая из сиротского приюта, она определилась в работнице, потому что это уже считался такой приличный возраст, 16-17 лет. Она работала на мебельной фабрике, полировщицей. Первый раз она вышла замуж рано, между 16 и 17. То есть вот сразу, как вышла из приюта, сразу же и замуж вышла. Познакомилась с каким-то Степановым Виталием. И вот за него и вышла. И родила ребёнка. Когда её спрашивают о её первом браке, она, вернее, спрашивали, она молчала. Она молчала и ничего не говорила. Вы знаете, белокурый красавец-офицер-дворянин Степанов – это самое тёмное пятно в биографии певицы. Они обвенчались в церкви, там, в каком-то захолустном городке. И на постоялом дворе зачали своего ребёнка. Как-то она вернулась с базара и не нашла в люльке грудного сына. Пропал. Пропал ребёнок. И след пропал. И её сероглазого муженька тоже уже никто не видел. Но говорят, что его в те времена видели часто захаживающего к пососедству жившей молоденькой цыганке. По-моему, здесь был вопрос исчерпан. Но представляете, какая трагедия. Трагедия всей жизни. Потерять ребёнка и не знать, где он и что. Она никогда не произнесла имени своего ребёнка. Никогда. Её, когда видели, она вот была всегда весёлая, вот с такой улыбкой. Она была оптимистка. Вы знаете, в девятнадцатом году, уже немножко позже, в Виннице, Винница, Русланова, она познакомилась там с работником ЧК, чекистом. Наум Ильич Наумин. И она вышла за него замуж. Он оказался очень начитанным человеком, любящий литературу. И вот он эту девочку, можно сказать, безграмотную, но талантливую, и уже на тот момент глубоко раненую, потерявшую, я имею в виду, своего сына, вот на тот момент, он её начал как бы, так сказать, он начал её учить, любить другой мир, мир литературы, мир искусства, мир классики. Я считаю, что вот именно он её научил понимать картины, понимать искусство, потому что она стала приобретать с тех пор вот картины великих мастеров и также библиотеку. У неё была шикарная библиотека. Вот как бы так всё это происходило. А в 1929 году она встретила, познакомилась с конферансье Михаила Наумовичем. Но прежде чем она с ним познакомилась, что случилось? Что случилось? А вот что случилось? Что её, Наума, арестовали. В июне, его 3 января 1938 года арестовали. И военной коллегии Верховного суда СССР в 1957 году он был полностью реабилитирован. Но расстрелять его успели. И статья-то у него была. Участник террористической организации. Вот так это всё случилось. В общем, прошло время. И вот она встречает. В 1929 году она встретила конферансье Михаила Гаркави. Она 12 лет прожила с ним. Чуть позже она вышла замуж за него. И официально прожила с ним 12 с лишним лет. Он был москвич, конферансье, также артист, художник и музыкант. И он её, свою супругу, он её познакомил вот с этим театральным миром Москвы и Ленинграда. С известными писателями, художниками. Он её ввёл туда. Вот именно он. И со знакомства с директорами всех антикварных и букинистических магазинов. Он научил её любить антиквариат. И он научил её ценить хорошие подарки. Скажем так. Он научил её любить шикарную жизнь. Видите, каждый привнёс что-то своё Лидии. Лидия стала ходить и появляться в шикарных местах. Она очень быстро смотрела, как ведут себя другие. И копировала. Она была прекрасной, одарённой актрисой. Она научилась правильно вести себя в обществе. Разговаривала, потому что предыдущий муж научил её именно любить литературу. И это ей здорово помогло. Даже в общении. Но её супруг умирает. И на его похоронах, это случилось в 1964 году. Вы знаете, Рина Зелёная сказала, что это был замечательный артист и человек, за спиной которого мы, его коллеги, в самые трудные моменты жизни чувствовали себя спокойно. Я думаю, все знают, кто такая Рина Зелёная. Это тоже замечательная актриса. Это, скажем так, черепаха-тортила моего детства. Вы знаете, что, как ни странно, судьбы многих знаменитых и хороших людей заканчивались в Советском Союзе очень тяжко на те десятилетия. Я имею в виду, если взять тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, семидесятые и аж до восьмидесятых. В основном, если ты умён, если ты прогрессивен и, не дай Господь, где-то что-то скажешь не так, или просто потому, что ты умён, вот дело врачей, например, умных врачей, я имею в виду, или учёных, ну даже вот поэтов взять, Бродского и так далее, забрасывали, забрасывали в архипелагу ЛАГ или ещё куда-нибудь. Так и они заканчивали свою жизнь. Вот так вот. И Гаркаве он приучил Русланову к роскошной жизни, вот к этой столичной богемы, скажем так. С ним было легко. Ей было с ним легко. Ей было с ним хорошо. Он умел зарабатывать. Он умел превращать жизнь в праздник, этот Гаркаве. Ну, был немножко обжора, любитель хороших сигарет, всяческих розыгрышей. Ну, конферансье, одним словом. Он каждый угол мог преобразовать в сцену. Вылепить из пули сцену, скажем так. Правда, от этого Русланова порой уставала. И она иногда грубовато даже одёргивала мужа. Вы знаете, едут-едут по Берлину наши казаки. Знаете такую песню? Это её песня, которую она всегда исполняла. И для неё написано. Эта песня не из репертуара, как бы, Руслановой, но про её последнюю любовь и четвёртого мужа, скажем. Это генерала Крюкова и его гвардейцах, прошедших боевой путь от Подмосковья до столицы Рейха. Вы можете себе представить? Человек прошёл от Подмосковья до столицы Рейха. Он был героем Советского Союза, ему дали. Тем не менее, и это не спасло. Вот вы его видите сейчас на фотографии. Она счастливая и счастливая. Вы знаете, только в 41-м году она сказала, что первый раз ощутила на 41-м году жизни, и в 1941-м, получается, она ощутила, что такое любовь. Первый раз она познала любовь. То есть она влюбилась вот в этого человека. Вот крюком. В форме этого красавца. Она его полюбила. Мне очень нравится вот эта её фотография. И дальше бы я хотела рассказать о том, как вспоминает о ней её приёмная дочь. Потому что... Вот сейчас я её вам покажу. Вот она. Вот эта девочка, она приёмная дочь. Потому что с пяти лет она осталась без матери, и Крюков один воспитывал дочку. И Лидия Русланова заменила мать. То есть она была, конечно же, не мать. Она была мачеха. Но она была хорошая мачеха. Это был чудный союз. Грустно вспоминала 79-летняя Маргарита Крюкова-Русланова. Она себе взяла и такую фамилию, и Крюкова, отца, и Русланова. Мама всю жизнь обожала отца, говорила она. А он пылинки с неё сдувал. Редко такое встретишь. Вторая мировая война принесла певице огромное счастье. Она, знаете, она на фронте встретила своего генеральчика, ну, скажем так тогда, Владимира Крюкова. «Удивительно, как порой распоряжается судьба». Она сама вздыхала. «Впервые я познала, что такое настоящая любовь, только в 41 год». Вот это её слова Лидии Руслановой. Но лучше поздно, чем никогда. Весной в 1942 году Русланова выступала с ансамблем под Волоколамском перед 2-м гвардейским кавалерейским корпусом. Когда в первый ряд сел командир Крюков, артистки зашептались. «Лидия Андреевна! Генерал-то каков орёл! И офицеры, как на пружинах! Видать, строг, да ещё говорят, вдовец!» Звезде самой хотелось воскликнуть. «О-о-о-о!» Влюбилась в один миг, признавалась она. А тут ещё после концерта Крюков преподнёс мне старинные туфли. Нашёл где-то. Сразил окончательно. «Туфли во время войны! Вот это мужчина! Вот это внимание! А туфли что?» Ну, я бы такие, конечно, говорит. И домработница не дала бы, но он подумал, что это отличные туфли. В следующий раз они встретились через два месяца. Генерал взглянул на звезду и понял, жить без неё не может. Пригласил прогуляться. В тот вечер они могли долго-долго смотреть, молча друг на друга, и всё понимали. Вдруг где-то заплакал ребёнок. Как я скучаю по дочке, вздохнул 45-летний Крюков. Моей Маргоше пять лет. Вот эту девочку, что вы видите сейчас. Сейчас она с тётками в эвакуации в Ташкенте. А где же её мама? Спросила Лидия. Умерла, помрачал Владимир. Ещё в сороковом. Знаете, Лидия Андреевна, я задам вам главный вопрос моей жизни. Но Русланова опередила. Чувства певицы были так сильны, что она выпалила. А давайте я за вас замуж выйду. Представляете, Русланова говорит это генералу. А давайте я за вас замуж выйду. И заберём вашу Маргошу. Владимир упал на колени. Да смел ли я надеяться? Неужели правда выйдете? Клянусь, никогда не пожалеете. Конферансье Михаил Гаркави, третий муж, признание певицы выслушал, ведь она была ещё тогда замужем, держась за сердце. Мишка, плакала Лидия, душа по тебе болит. Ну что поделать, полюбила я генеральчика. Так, что дышать без него не могу. Развод состоялся, и новый брак оформили за один день. И рванули в Ташкент забирать дочку. А по дороге Лидия Андреевна узнала страшную историю о первой супруге Крюкова. Клавдия страшно боялась ареста мужа. И однажды кто-то неудачно пошутил, мол, только что твоего увёз со службы воронок. А воронок – это для тех, кто не знает, а многие не знают, потому что меня и молоденькие девочки, и мальчики смотрят, и моя семья, и моя интернет. Воронок – это такая чёрная машина, которая приезжала обычно ночью, забирала человека, в основном невинного, и расстреливали. Больше этого человека никто не видел. То ли он сгнивал в лагере, где-нибудь в Сибири, либо его просто расстреливали где-то. Вот так случилось точно и с отцом моей мамы, с моим дедом. Просто приехали, забрали, и до свидания, и всё. Вот это вот со службы воронок. И так вот пошутили. В тот момент даже шутки такие неуместны были. Даже шутить так нельзя было. Людей трясло от страха. Настолько вот милиция, ЧК, тогда милиция не была, чекисты, НКВДисты, настолько они людей в ничто превратили, что, понимаете, это действительно были уже не люди, а запуганные. Какие-то непонятные существа. Их душу растоптали. А они, ну, в общем, были и те, которые ушли от этого. Ушли, чтобы не знать и не видеть это. Например, такие, как Агафья Лыкова. Я просто преклоняюсь пред этой женщине и всегда молю Бога о её здоровье. И вот со службы Воронок так пошутили с Клавдией. Это предыдущая жена Крюкова. У женщины случилась истерика. Несчастная влила в себя стакан уксусной эссенции и умерла в мучениях. Можете себе представить. Вот такая шутка. Вот такая шутка вот так вот. И девочка вот, которую вы видите, осталась одна. Родную маму я не помнила, рассказывает вот эта девочка Маргарита. Мне тётки говорили, что она часто болела. А тут приехал папа, Лидия Андреевна, добрая, красивая, улыбающаяся, и сказала, давай, пока я буду тебе второй мамой. Давай? Давайте, закричала я, потому что так хотелось маму. Сразу полюбила и всю жизнь считала своей единственной мамой. Любила Русланова меня беззаветно. Общих детей Бог паре не дал. Певица забеременела, но по настоянию врачей пришлось сделать аборт из-за сахарного диабета. Маргарите было 11, когда родители арестовали. Пять лет, что Русланова и Крюков провели в ГУЛАГе и тюрьмах, Марго воспитывали тётки. И вот смотрите, ведь Лидии Руслановой врачи настоятельно её просили сделать аборт. Представляете, если бы не сделала, вот не послушала бы. Ведь если Господь Бог тебе дал, надо было рожать, так? Ну, надо было рожать, потому что Бог дал. То, что Бог дал, нельзя корректировать. Плохо заканчивается. Вы знаете, Марго воспитывали тётки. Когда умер Сталин, маму и папу реабилитировали, вспоминает женщина. Первой освободилась Русланова. Боже, как мы обе плакали. Откуда освободилась, как вы думаете? Так вот, пришло время, и за ними пришли. Их забрали в один день. В один день. Через месяц вернулся отец. Как вы думаете, откуда герой Советского Союза, который прошёл всю войну, вернулся? Откуда он вернулся? Он вернулся с лагерей. Генерал-лейтенант стоял на коленях перед любимой, обняв её за талию и шептал «Лидочка, сердце моё, прости, прости, что из-за меня тебе столько пришлось вынести». А что пришлось вынести? Я вам расскажу, что пришлось. Видите, предыдущая жена боялась этого, а это вот выдержала. Вот они, счастливые. Вы знаете, я немножечко расскажу вам из истории сибирского гулага про Лидиум Руслановую. Пять вычеркнутых лет. Пять. Её их взяли и отца, и мать. Это Крюкова Маргарита вспоминает дочка. Их. И отца, и мать взяли в одночасье 18 сентября 1948 года. Рано утром. То есть человек этот вот, он прошёл всю войну уже. Всё, он получил уже и звание, и всё. В Берлине закончил войну. И всё равно. Итак, рано утром, ну это обычное дело, да? Рано утром, а самолёты летали именно так, генерал собирался встречать супругу в аэропорту Внуково. Но был арестован. На Лубянку доставили и её, и Русланову. Супругов осудили по политической статье. Хотя в ходе дознания из них выбивались показания о дачах, картинах, драгостях, ценностях, в общем, о всяком разном. И установила связь, в общем, начали расследование и приговорили. Это был особый лагерь Иркутской области. Назывался он Озерлак. Сюда же в Чуну, Новочунку, Тайшет, бросили её мужа. Героя Советского Союза, я хочу повториться, соратника, генерала-доватора, героя обороны Москвы и взятия Берлина, генерал-лейтенанта. Он был на тот момент генерал-лейтенант Крюков. Вот так, дорогие мои, как это происходило. Чтоб вы знали моя семья и моя интернет-семья. Времена были тяжёлые, вы скажете. Это не времена, дорогие мои. Это люди. Это согласие людей всё так происходило. Только согласие людей. Это кара так же небесная. Не думайте, что всё вот так, вот просто так. Вот ничего, просто так, ничего, ни один волос даже не появляется на голове и не исчезает. Просто так. Среди зэков было много актёров, певцов, музыкантов. Вы даже не представляете, кто там был. Там были такие, как Колёсов, Кулик, Алфёров, Сергеев, Машикова. Там была солистка Лина Леренц, была мецисопрано Марина Спедиарова, дочь знаменитого классика армянской оперы Баклина была. солистка Большого театра, Контральта, Крулянц из Ростовского театра, Попов, Клёцкий, актёр Николаевской, оперетта, это вот здесь вот рядом, Москвичи, Колёсов, Кулик, Алфёров, Сергеева, Машикова, группа симфонических музыкантов из Прибалтики, во главе с дирижёром Кантутисом, и композитор Хайт, а композитор Хайт, может быть, вы знаете такую песенку, пели и во время войны, и после всё выше, и выше, и выше, вот это вот, просто гремело по стране тогда, и он тоже был там, вы представляете, в общем, в спешном порядке, оформляли всех в лагеря, всех в лагеря, и это было, конечно, ужасно, там она, конечно, выступала, она весёлая была, её коронка была, вот эта в валенке, и устоять не могли, и её, конечно, там любили, любили её, её окружение, там даже они создали ансамбль, и она выступала, и, конечно же, когда приезжали большие люди в этот лагерь, они в основном приезжали, вот, послушать этот ансамбль, но у неё было всегда главное условие, что не только сидеть будут, вот, начальство лагеря и приезжие к ним, но и весь лагерь, чтобы приглашали, вот так вот, и вы знаете, что сделали, вот у Лидии Руслановой на тот момент отобрали орден Отечественной войны, якобы он был вручён ей, незаконно, забыли о её концертной деятельности во время войны, ведь она шла со своими песнями вместе с войсками по фронтовым дорогам она шла, она вдохновляла бойцов, командиров, забыли, что Русланова в те трудные дни отдала все свои личные сбережения, у неё были очень большие сбережения, знаете на что? на строительство батареи Катюши, забыли об этом, забыли о замечательном концерте певицы у стен Рейхстага, у артистов тоже был свой боевой путь, у всех артистов, которые они закончили в поверженном Берлине, вот почему-то об этом не говорят сейчас, на 9 мая, почему-то за это не рассказывают, не принято, а вот несут, бессмертные как бы полки, вот несут, ведут, но всё это не так, но всё это не честно, но всё это настолько, а вот-вот они же были не так давно, они все были живы, что ж, где ж все были, где ж все были, по цветочку на 9 мая подарят и испаряются, вот, и на эту лживость я, конечно, смотреть не могу, мне, для меня это далеко, для меня они у меня в сердце, вот они у меня в сердце, вот так вот надо их, вот так о них нужно рассказывать, я не знаю, о них нужно писать рассказы, вот такие, чтобы люди слышали, чтобы люди чувствовали, чтобы люди проживали с ними вот эту жизнь, вот так вот они вычеркнули 5 лет, ну, а мы не будем сейчас говорить, ясно, что в лагерях не сладко, ещё как не сладко, она и во Владимирском Централе была, знаете песню Владимирский Централ, «Ветер северный», она и там была, и там её знали как независимую, и знали за её строптивый характер, понимаете, и капитан Меркулов пишет на неё донос, он там на неё пишет, что распространяет среди своего окружения антисоветские клеветнические измышления, а вокруг неё группируются разного рода вражеские элементы из числа заключённых, на основании изложенного полагал бы выйти с ходатайством о замене 10 лет на тюремное заключение на 10 лет. Острый язычок Лидии Андреевны, конечно, часто служил ей плохую службу. Ей приписывается фраза «Птичка в клетке не поёт», хотя публично она её не произносила нигде. Вот так вот, если честно. В общем, вот такая вот правда, вот такая вот правда была. И такая правда касалась многих людей. После тюрьмы и лагеря Русланова не забыла своих друзей. Она всё сделала, чтобы освободить арестованных с неё, ну, с кем она сдружилась в тюрьме, с Казани Алексееву и Максакова. Она боготворила тайшипских подруг, вот с кем она сидела. И потом она со многими встречалась на концертах, и вот дружочка своего встретила, так говорила, пионерчика дорогого нашла. Вот так вот она о них говорила. Вы знаете, они жили, вот они жили с Крюковым, душа в душу. Но, видите, любовного счастья судьба отмерила звезде немного. Три года войны, три после неё, шесть лет после ГУЛАГа. И, в общем-то, в августе 1959 года 62-летний Владимир Крюков умер. От инфаркта. Ну, вот такая вот жизнь. И он умер. То есть у неё совсем мало было счастья. И от горя Лидия на год потеряла голос. Ночами она почти не спала. Она лежала, вцепившись зубами в угол подушки и выла, как раненый зверь выла. А потом сказала себе, мне ещё Маргошу поднимать надо. Надо шевелиться. Вставай, вставай. Но жизнь для меня кончилась. И Маргоша вот это, она вспоминала, что мама пережила папу на 14 лет, но жила уже будто по инерции. Просто потому, что ведь заживо в гроб не ляжешь и не лечилась совсем от сахарного диабета. Под конец у Руслановой болело сердце. она потребовала Маргоша, положи меня вместе с отцом и будем мы всегда рядом. И уже никто нас не разлучит. И просьба была выполнена. Вот так вот коверкали судьбы, вот так вот издевались, издевались над людьми. Вот такая вот действительность была. И я считаю, что такие рассказы должны знать наши дети. Послушайте песню Лидии Руслановой. Внизу я сделаю ссылочку, кому интересно, как она пела. А я вас всех люблю. Будьте благословенны вы и ваши близкие. И вот хочу еще показать фотографии ее. Вот. С Маргошей. И вот фотография вот эта мне тоже очень нравится, где муж, вот он ей дарит цветы. А не в поле она, ну просто невероятно счастлива. Счастья вам и любви. Но не бывает счастья без Бога, дорогие мои. Не бывает счастья без Бога.